Друзья, всем доброе-доброе утро. С вами, как всегда, у нас начинается новый день. Этот день у нас начинается в горах. Заехали мы с Дианой куда-то далеко-далеко. Дети в школе, в садике, а мы поехали в горы. Мы в это место уже приезжали когда-то с Дашей, но тогда было столько людей, и мы тут даже, скажем так, нормально не погуляли. В общем, место это, скажем, такой обрыв, такое ущелье, и там мост с стеклянным полом. Я даже тогда до конца не дошел, а сейчас вот отправим Диану туда, наконец, пусть она погуляет по этому мосту. Взяли с собой бутербродики, сейчас позавтракаем по дорожке. Ну, идти тут, в принципе, недалеко. Сегодня классная погода для прогулок. Солнце не светит, да, обычно тут такое обжигающее солнце. Сейчас вообще супер. Плюс 19, романтика. Небо затянуто, вообще супер. Сегодня 17. 17? У нас зима наступили. Погода как в декабре была. Вот куда мы идем, смотрите. Сейчас будем идти по затопленному озеру. И вот как раз выйдем в карьеру. Затопленное озеро? Я, короче... Затопленное, это что? Сейчас я сам пойму, что я сказал. Когда озеро затапливает, оно превращается в море? Вот что? Ущелье? Это затопленное ущелье? По высушенному озеру, я хотел сказать. А, высушенному озеру? Я просто тут не была, не знаю. Идем, короче, ладно, не буду ничего говорить. Напишите в комментариях, вы когда-нибудь видели затопленное озеро? Будет интересно почитать. Все, уже спускаемся к озеру. Сейчас немножко прохладно. И такой, знаете, очень насыщенный влажный воздух. Пахнет хвоей. Пахнет разными травами. Очень классно. Поют птички. Но при этом, я думал, мы приедем, машин вообще здесь не будет. На самом деле, тут очень много... Мы подъехали, где-то 10 машин уже было здесь. Это только на одной парковке. Их здесь много, этих парковок. Сейчас посмотрим, сколько там людей. При этом я ехал и дождик уже моросил. Вон кто-то с собакой идет. Тут фишка, ну не знаю, этого региона, этой страны, наверное. Короче, все друг с другом здороваются. Мы вот сейчас идем. Ну иногда, да, я тоже когда в Урыхо ходил, помню раньше. Тоже в горах, в принципе, все эти. У меня все из головы вылетело. Я не знаю, что сегодня происходит. Все туристы здороваются. Говорю, все туристы познакомятся. Да, да. Ну вот ты идешь по лесу, видишь незнакомого человека, думаешь так, надо поздороваться, здравствуйте, там и все. Ну здесь все соседи. А здесь все соседи, все друг другом здороваются. Соседи по улице. Да, соседи по улице. Идешь по улице, там мусор выбрасывать. Все с тобой здороваются. Хотя ты даже не знаешь, кто это такие. Вот, поэтому такие дела. Мы просто, например, вот приехали в Таиланд, но мы жили как, в туристическом доме. Там много туристов было, и мы вначале зашли в лифт. Ну там в лифте иногда помного людей было, и никто с друг другом не здоровался. Я думаю, поначалу это непривычно было. Так вот, а вы напишите, вот если в доме видите незнакомого человека, вы с ним здороваетесь или нет. Здесь видно было озеро. Вот мы как раз идем по дну. Как ты определил? Ну потому что видно, смотри, видишь, вот такие берега здесь идут. Тут даже вот камыши растут. В некоторых местах. А здесь видно это дно. Здесь, когда на карту смотришь, видно, что дно было озера. А там плотина будет сейчас. Ну оно не глубокое было. Или это уже засыпало. Не знаю. Ну да, наверное, не глубокое. Там просто стоит дамба. Наш путь лежит вот к тому вагончику. Это касса. Не помню, сколько там стоит вход. По-моему, даже карточки не принимают. Надо наличка, чтобы с собой была. Ну сейчас посмотрим. И видно, много людей там уже есть. Здесь видно стоит дамба. Это будет хорошо видно сверху. Но я уже здесь был. Короче, вот с Дианой мы идем. Мы так быстро этот путь прошли. Потому что с Дашей мы, когда первый раз сюда приезжали, ничего не знаешь. Как-то все намного дольше было. Ну и тем более мы еще шли по солнцу. Сейчас вот солнца нет. Вообще очень комфортно. Мы сюда ехали по горной дороге. Очень красивые места здесь. Но самое сложное это велосипедисты. Потому что велосипедисты здесь, они, наверное, могут ехать группами. И прям занимать всю дорогу. Знаете, у нас велосипедисты, ну скажем там, постсоветское пространство. То есть они аккуратненько едут по дороге. Если надо, они там съедут в сторону. А тут они могут два человека ехать друг напротив друга, болтать. И будут ехать с маленькой скоростью. Поэтому и не пропускать машину. То есть машине надо искать удобный момент, чтобы обогнать этих велосипедистов. Видите, как одних обогнали уже. Вот как едут велосипедисты здесь. То есть они едут посреди дороги и не парятся. Им все равно, что ты за ними плетешься. Им все равно, у них преимущества. Они велосипедисты. Они велосипедисты. Они не нарушают правила. Ну да. То есть едем со скоростью 20 км в час за ними. И все. Типа если нет велосипедной дорожки, то вот. Вот такая тут история. И вот видите, даже не съедут, не пропустят. Вот такие дела. И вы будете за ними плестись там 15-20 км в час. И сегодня хорошие попались. Ну а сегодня, да, мы ехали. Они дорогу не уступали. Они просто показали, когда можно обгонять. И все. Ну так нормально. Просто Диана ехала за рулем. Вот. И они показывали, когда нельзя, а когда можно. Потому что они съедут впереди. Им лучше видно. Ну там даже, например, если есть обочина, они, короче, здесь не съедут на обочину. Они будут ехать. Ну то есть обочина, как бы там, скажем, там метр есть. Нам, по идее, мы можем и так пройти тут чуть-чуть. По идее, нам надо вот туда, к этому вагончику. Просто я вижу, тут все ходят, но написано, нельзя идти. Давай обойдем. Поэтому здесь, короче, вот велосипедисты, они, знаете, если едут, они в стороны не съезжают. Я рассказываю чисто вот свои наблюдения. Знаете, я не знаю тут, как, что по правилам. Вот чисто вот я говорю, вот как. Я езжу, встречаю всегда велосипедистов, они меня на машине никогда не пропускают. И в данной ситуации то же самое было. Вот, возможно, где-то вот туда нам надо. А потом нам наверх, сюда? Да-да-да, вот сюда, к вагончику. Это уже дорога там шла на выход. Там есть другая дорога, да. А нам к вагончику. Это мы просто по быстрой дороге с собой прошлись. Но здесь, я так понял, психология, ну как, психология у водителей такая. Лучше я, короче, там лишний раз кого-то пропущу. Потому что здесь я заметил, пешеходы, например, дорогу переходят. Они часто вот смотрят в телефон. И даже они особо на машины не смотрят. То есть они, в принципе, уверены, что их машина пропустит здесь. И здесь есть зоны, например, вот по городу едешь. Ну вот в городах. Там зона, где пешеходные зоны, там 20 км в час. Больше ехать нельзя. И люди прям едут с такой маленькой скоростью. Потому что там стоят камеры. А есть, например, возле моря участки. Я вот тоже в города приезжал. 10 км в час нужно ехать. И все, тоже стоят камеры. И вот так вот ты медленно-медленно-медленно едешь. В общем, подведем итоги. Пешеходам здесь быть очень классно. Вот, ну, всегда нужно быть внимательным. Но в основном всегда все пропускают. Водители ездят спокойненько. Ну что, мы подошли к вагончику. Сколько стоит здесь? 2,50. 2,50 человека вход к обрыву. Вот, дают каски. А здесь еще чай-кофе готовят. Вот кофе попить стоит евро 50. Давай. А это что такое? А это шапочка одноразовая, которая перед каской. А, я понял. Все хорошо. Мы заплатили за вход. И тут входит каска. И входит такая еще шапочка. Чтобы микробы с этой каски не переходили мне на волосы. Правильно? Или наоборот. Или наоборот. Вот, да, одел шапочку операционную. Ну, как операционную. Ну, я просто последний раз такую шапочку одевал, когда мне операцию делали. Такие еще на кухне готовят. То есть, если вы упадете в обрыв, уже шапочка вас будет спасать. И сверху дополнительную защиту одеваем. Это строительную вот такую вот каску. Теперь я в безопасности. И падение с обрыва мне не страшно. А Даша тоже была в такой каске? Даша тоже была в такой каске? Мы когда здесь были, нам каски не выдавали. Наверное, кто-то, не дай бог, упал в этот обрыв. И вот они как-то приняли такое решение, что нужно каски одевать людям. Ты просто пройдешься по этому мосту и ты поймешь, что каска тут особо не спасет тебя. Давайте отправляться на мост. Вот часть моста. Но это еще, скажем, такая не страшная часть. Тут просто идешь по мосту и как-то я по нему ходил. И как-то в надежность этого моста я не особо верил. Ну, в принципе, уже люди ходят. Уже страшно, да? Вот ты стоишь на этих досках? Большие щели. Щели, да? Я вообще боюсь высоты. Я вообще боюсь высоты именно на таких местах, я вижу такие щели. Мне всегда кажется, что я туда провалюсь. А тут весь мост такой, да? Да, я вот по нему иду, он деревянный. Я, честно говоря, даже как-то в надежности этого моста. Просто тут еще нормально. А там ты будешь идти, то есть там на обрыве он сделан. Он держится на честном испанском слове. Я не верю в честное. Я, честно сказать, я тогда до конца не дошел. Ну, правда, там очередь была. Там надо было просто... Мне очень нравится самостоятельно по горам ходить, я тогда более уверена. Ну, да. Там такие конструкции. А сколько времени? Метром. Ты застреваешь ножницы. Так, знаю смотреть вперед. В сторону из... У меня последнее время, у меня никогда такого не было. Я просто лазил по горам, по скалам всю жизнь. Ну, потому что я родился, скажем так, там, где горы, море. И я все детство пролазил. А здесь, в Испании, я не знаю почему, у меня пошла такая штука, что я смотрю вниз, и начинает кружиться голова. У меня никогда такого не было. И я уже не раз замечал. Просто я помню, еще давно снимал видео, полез на скалу. И все. Я долез, и что-то вниз посмотрел, у меня башка начала кружиться. И смотри, видишь, то есть, это идет отвесная скала, и тебе надо до конца дойти. Класс. Боже мой. Это еще не страшно. Тут еще, ты видишь, типа, под ногами есть что-то у тебя. Я не хочу затреть под ноги. Если что, держись за кусты. Да я так и иду. Ну, ты думаешь, у тебя есть каска, она тебя спасет. Нет, я думаю, тут же люди ходят. Да, просто каска обычно, знаешь... О, вот тут начинается жесть. Это и спасила. Вот, видишь, тут уже начинается... Даша не боялась здесь ходить? А? Даша не боялась здесь. Нет, Даша не боялась. Даша все равно, видишь? Иди давай, люди-то. Так, ой. Вот здесь все. Начинается обрыв. Люди живые возвращаются назад. Ну, да. Чувствуешь, голова в окружении идет? Тут мертвая птица. Тут просто на этом мосту была очередь. Там надо минут 15 было стоять, чтобы сфоткаться в конце. Я не уверена. Я просто не думала, что меня так может накрасть. Да я тебе говорю, я тоже не думал, что тут такая прям... Просто ты не веришь в надежность этого моста. Тут не так страшно. Просто ты идешь, ты видишь, тут доски прибитые. Я верю в надежность этой скалы. Держись, иди, да, вот так вот цепляйся. Видно, надо идти назад. Если что, ползи. Ага, и сотреть вниз. Что такое? Эхо такое. Ну, что, идем? О, людей нету. Да, тут видите, вот идешь, все. Надо просто быстро это пройти и все. У меня ноги заливаются. Да, да, я тебе говорю. Надо просто, короче, не думать. В таких ситуациях, а просто вот идти и все. Я, наверное, не пойду. Все? Сейчас классно, Дин, людей нету. Все, мы прошли. Ну, точнее, я. Давай, Дин, получится. Я думаю, что когда здесь колпа, наоборот, проще. Наоборот, страшнее. Это стоит, тогда стояла от тебя очередь сюда сфоткаться. Давай, к тебе помогу. Ой, к тебе подойду, помогу. Не надо? Не надо мне помогать. Просто, если бы нормальный коручень с этой стороны. Ну, да, да. Наоборот, за него будешь держаться, улетишь. Молодец. Мне честно сказать, мне самому тут тоже страшно ходить. Я не знаю. Как вы за этажей тут ходили. О, Боже мой. О, Боже мой. Все. Ну, стекло будет остановиться. Просто тут видишь, что стекло на дереве лежит. Как бы оно мало, оно сейчас скользкое. Ну, да. Оно мокрое. Мне стрёмно, что я просто подскользнусь и упаду. Так бы. Еще дальше дорогу. Оно сейчас грязное, не так видно. Короче, на нем не так страшно, как на этом. Ну, да. Давай фоточку сделаем. Веселую. Сделай, что тебе не страшно. Все, замри. Я вот иду, я вот шел, и я просто, ну, как я успокаивался, я говорю, каска меня спасет, каска меня спасет. И мне становилось спокойнее. Мы просто с Дашей тогда даже досюда не дошли, очередь уже была далеко. Просто одно дело мы прошли быстро, а второе дело, когда еще стоять на вот этом мосту и когда толпа стоит. Там, мне кажется, когда толпа, ты тогда не концентрируешься на своих ощущениях. Не, наоборот, еще страшнее было. Я поэтому говорю, все, давай не будем уже. Так, тут еще есть дорога вниз куда-то. Мы даже, я даже не знал про это. Ну, можем чуть-чуть пройти, смотрите, видите, какое здесь ущелье огромное. Ну, давай капельку пройдем. Люди не быстро оттуда возвращаются. А? Говорю, люди быстрые и быстрые. Ну, ты идешь и уже привыкаешь к этому мосту. А здесь поручни в некоторых моментах ниже, ниже. О, здесь вообще прям такие виды. Мы увидели конец. Там, может, какой-то вид есть. Ты не знаешь, как пройти. А здесь надо, видишь, они гибкие идут. То есть тут надо туда опереться. Набрыв. Надо туда прогнуться хорошо, и все. Моги. То есть немножко перевалиться за мостик, вот так вот скажем. Я тебя перевалю, да. Вон конец. Ура. Так что, идем или не пойдем? Я, честно сказать, не особо говорю желанием идти. Да? Мы молодцы. Главное, мы увидели. Да, финис. Там просто много ступенек, а по ступенькам вообще не прикольно. Да. Самое страшное, это еще, знаете, ты идешь в одну сторону, и потом надо развернуться. Нет, я просто уже привыкла сюда идти, уже нормально было. Сейчас развернуться, мне страшно. А еще ты тут стоишь. Давай, разворачивайся. И тут еще таблички, видите, внимание, можно упасть, осторожно. Ну, я не знаю, просто этот заборчик можно было как-то интереснее сделать. Ну, да. Короче, нервы сегодня посекотали. Да, Диана сюда ехала, по горному серпантину. Можно будет в палатке кофе купить, там кофе продается. Сейчас купим, сейчас купим. Или чай. Или чай, или кофе. По-любому. Ой, что-то я... Ну, да, получается, если ты идешь, и ты, скажем, знаете что, ну, тебя как-то повело, или, ну, не знаю, закружилась голова у человека, и он падает, он тупо может перевалиться, потому что вот нижний тросик, смотрите, он вообще на уровне идет. Не надо его тросить. Этих ступенек. А здесь в эту дырку вывалиться вообще не проблема. То есть... Ну, и троги уходи. Они еще гибкие. То есть, вот это как-то не особо продумано здесь. Ну, у тебя свой страх и риф. Ну, да. Тупо только 2,50. Если было бы дороже, может быть, продумано. Ну, да. Зато с каской. Зато каску дали, да. Ну, поэтому, я говорю, ну, мне показалось, что реально опасный какой-то маршрут прям. Ну, мало ли там подскользнулся. Все может случиться. Путь назад был не такой страшный, но почему-то оказался не скончаем. Мне казалось, что мы туда быстрее приезжали. Просто вот это, как за это можно держаться? Ну, да. Просто бывает в дырках цепляют такие цепи с другой стороны. Да, 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 да. И там держишься. Ты не можешь держаться. И там, ну, опора какая-то есть. А за это зачем держаться? То есть тебе вот так вот... Так оно тебя из равновесия только выбивает. А держаться не за что. Такое. Не, если бы цепь была с этой стороны, было бы... Ну, да. Короче, какая-то уверенность. Опоры нет. Вот мне было, если... Когда я останавливалась, даже вниз смотрела, было не так страшно, чем когда я шла. Короче, именно идти. Короче... Короче, боишься. Да, вот по горам лазит... Адреналину так копнули. Да. Я даже не ожидала. Ну, да. Все, мы закончили свой путь. Шапочки сказали, дают в подарок. Каски нужно отдавать. Я варю. Сейчас выпьем катьеочек. И пойдем дальше. Пишет, высота здесь 410 метров. Класс. А, это именно там, где стекло. Да, да, да. Давно я не пил кофе в таких стаканчиках. Ну, если это будет... Я еще не пробовала. Ну, наверное, самый вкусный кофе. Потому что это... Знаешь, после того, как я думала, что все конец, а тут я выжила. Ну, да. Это первый кофе в новой жизни. Ну, давай. За нас. Ура. У нас еще есть бутербродики. Есть такие помидорки. Кофеечек. Вообще романтика. Приятного аппетита. Ну, мы, кажется, выбрали очень классный день, чтобы сюда сходить. Потому что если была бы жара и толпа, это было бы еще бы... На обратном пути мы заехали в город под названием Финистрат. Смотрите, дома здесь. Вот пишет 1834 год. Ну, практически уже 200 лет вот этому дому. Ну, давай сейчас. Мы просто... Я помню, здесь, когда гуляли, здесь была какая-то хлебопекарня. Я не знаю, сейчас она работает, не работает. Мне было интересно бы там хлеба пробовать. Ну, да. Такой старинный городок. Все такое старенькое. Тихо, спокойно. Мне просто классно, когда не поменяли, а вот реставрируют, что я вставляю. Вот они, узкие улочки легендарные, обдертые. Стены машинами. Да, вот Панадырия. Она закрытая, да, наверное? Наверное. Да, все закрыто. Так, нашли Панадырия. Тоже закрыто. Ну, видите, все закрыто здесь. Мы сюда заехали ради вот Панадырии. Хотел заехать, хлеб взять. Ну, видите, вот в селах у них вот эти всякие магазинчики. Они тут работают по пару часов. Вот, например, утром они испекли хлеб пару часов, работали. И, в принципе, тут не так много жителей в этом селе. Они знают, что работает там, скажем, там, с 9 до 11. Пришли, купили хлеб и все. И потом оно закрывается. Так это все работает. Поэтому часто вот заезжаешь в такие села, и все закрыто. Мы видим, все закрыто. Рыбный магазин, да, он работает с 8 до 2. Хотя, да, еще двух нету. А он закрыт. Ну, видите. Расписание. Я думаю, что это праздник опять сегодня. Все закрыто. Этот городок очень старый. И, видите, они осовременивают здания. Но видно, что раньше все было как бы небольшого размера. Например, вот это, скажем, гараж, да? А, подожди, машина проедет. Три гаража. Три гаража. Вот давай посмотрим по моему росту. Какого оно размера? Вот такой гараж. Это, наверное, раньше, знаете, на керонии есть у нас так, скорее всего, вот есть. Потому что тут много есть штук, где там коня напоить, осла напоить. И, наверное, тут осла загнали, припарковали и пошли уже потом к себе домой. Это был парт для осла, скорее всего. Но конь тут точно не поместится. Ну, конь не поместится, да. А осел, да. Ну, тут горное место и, скорее всего, тут ослой будет. Ну, что, движется время уже к вечеру. Ну, точнее, уже вечер. Солнце садится поздно. Готовлю ужин сейчас. Смотрите, что делаю. Сварил брокколи. Добавил туда оливковое масло и еще бальзамический соус. Просто нарел овощи для детей. Сейчас готовлю филешечку. Сварил макарошки. Ну, это такой у нас простенький ужин. Филешечку делаю так. Немножко лимончиком полил, потом посолил, поперчил. И если еще сверху добавить чесночок, вот такого чуть-чуть, запах просто будет нереально вкусный. Короче, чеснок, он с любым блюдом делает чудеса. Даша, скажи, а тебе было страшно по мосту ходить, когда мы с тобой ходили? Нет? Вообще ни капельки, ни капельки? А ты бы не смотрела в обрыв? Тоже не страшно было? Смотрел. Короче, чем ты меньше, по-моему, тем тебе не страшнее. Я тоже, когда был маленький, лазил, короче, под деревьем, по скалам прыгал. А вот становишься взрослее и, походу, становится все страшнее. Как ты у тебя, как Ляня Билла? Кто-кто у меня? Как у тебя Ляня Билла? Для Ля Билла? Ляня! Ляня! Рано было. А рано было? Да. Где? Здесь. Ну что, мы уже будем готовиться ко сну, будем чистить зубы, читать сказку. Но это прекрасно, у тебя уже заканчивать видео. Вот такой у нас сегодня был денек, показал эпизод из нашей жизни. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, самого главного мира и всего вам самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем, Даша, не балуйся, всем пока. Не балуемся.